Добрый день, глядите в этом выпуске. Статуи деревянные, а теперь тут много всего интересного. И для маленьких, и для взрослых. Для всех детей района и его гостей у Дрыбини открылась сучастная гульневая пляцовка, инициатива, подтриманная Европейским Союзом и программой развития ААН. Две декадные нормы опадков за сутки, кто в рекордсменах? Лепшая белорусская зона от подшинку к ля водоему находится в Бобруйском районе. У Дрыбини открылась новая сучастная детячая пляцовка. В самом центре города на доброупряткованной территории разместили 26 объектов для гульнев детей усих взрослых, навык для детей с обмежеванными махчимостями. Это местная инициатива, которую финансово подтримали Европейский Союз и программа развития ААН. Что вам здесь больше всего нравится? Наверное, качели и карусели. А что раньше таких не было? В Дрыбини нет. Гулять весело, с комфортом и беспечно. Такую задачу поставили перед собой створальники детячей пляцовки у Дрыбини. Реализовал этот проект Михеевский сельский совет. Але там подкресливают, что эта пляцовка у райцентры для всех детей Дрыбиншины и ее гостей. Для того, чтобы наши детки здесь меньше были в компьютерах, больше играли на свежем воздухе, набирали силы, здоровья, энергию свою куда-то могли деть. Но это еще для детей. Пляцовка каштуя, каля 30 тысяч долларов, а маль 25 тысяч финансований Европейского Союза и программы развития ААН. Однако и мясовый бюджет, а так само и жихары брали у делу створы не пляцовки. Дрыбинцы наводили парадок, пробирали и чистили территорию на субботнику. Теперь это место стало самым популярным. Конечно, есть и дворовые детячие пляцовки, але они, звычайно, обмяжевываются песочницами и турниками. Тут же простор, тому все дрыбинские дети тут. Как новая площадка? Хорошая, красивая. Эта площадка очень хорошая, интересная. Я рад, что ее открыли. Тут раньше были только статуи деревянные, а теперь тут много всего интересного. И для маленьких, и для взрослых. Я хочу пожелать детям, чтобы они сначала делали уроки, а потом приходили на площадку. Для батьков ее спраться на каруселях, а для отпочинку – зручные лавы. Очень прекрасная площадка. Мы очень рады, что наконец-то такой есть дрыбинный уголочек, где можно погулять, выйти с детьми, посидеть, пообщаться вместе с ними и вообще им с друзьями. Ну, вообще, круто. Вам кажется, что это круто? Да. Зазначим, что озеленение пляцовки – особая часть к проекту. Больше 700 рублей выдатковали на закуп у городским ботаничным саде рослину, в яке вырастут и упрыхожить место. У дрыбин не спадяются, что дети и дорослые будут заховывать пляцовку, бо яна – агунный забыток. И что это ваше? За правду это ваше, что берегите вот это вот все, пользуйтесь им, довольствуйтесь, набирайте сил, энергии для того, чтобы учиться. Илона Иванова, Юра Власов, Новин Эргийона. Могилёв рекордсмен по опадках. По информации Абл-Гидромету за 5 вересня в областном центре выпало две декадные нормы опадков, а это коля 40 мм. За Могилёвом идут Слаугород и Шигирынка. Там выпало от 16 до 25 мм, что отповедает одной декадной норме. На остатней территории Могилёвской в области подчас цеперешних протяглых дождов выпало в середнем до 11 мм опадков. Как кажут специалисты, такое на дворе для вересня совсем не дивное. У шатверы пятницу дожжи станут короткочасовыми, а в субботу и температурный фон изменится у лепший бок. Чакается до 24 градусов выше и за нуль. По прогнозу синоптиков даже и в уголе будут маловерогодные. Тому же хары Могилёвщины еще поспеют погреться под вереснявским солнцем. Первая партия вакцины Супрадь-Гриппу днями поступить во установы Ахова-Здоровья Могилёвской в области. Прасчепки за кошт республиканского и мясцового бюджету будут российской вытворчасти, поведомили в областном центре ЕНЭПИДЕМИОЛОГИИ и ГРОМАДСКАГО ЗДОРОВЯ. Подчас кампании по иммунизации Супрадь-Гриппу плануется охопить не менее за 40% же хоров в области. Вакцинацию будут проводить все поликлиники. За кошт уластных сроков и за сроки предприемства можно отримать прасчепку и вакцины в творчестве Нидерландов и Франции. И они так само будут у наявности. Удокладнили о консультационной поликлинице Могилёвской областной детячей больнице. Тут, до речи, могут отримать свою дозу иммунитета же хоры Могилёва и районов. Треба только заходить удокладнить наявность вакцины и записаться на прием. Масовая вакцинация Супрадь-Гриппу у Беларуси традиционно распачнется у Кастрышняку. Лепшая белорусская зона отпачинку, каля водоему, знаходится у Бобруйским районе. Туристичный комплекс «Наша Месца» стал переможцей республиканского конкурса. Комплекс творили два года тому на березе второго песчаного карьеру побачь с поселком Туголица. И он мает две галунные зоны, активного отпачинку и релаксу. Тут есть детячая пляцовка, место для проведения культурно-массовых мероприемств у святов Ганлёвая Крупка. Денедший прокат квадроциклов, катамаранов, лодок. Кроме того, что мы предлагаем детям лабиринт наш двухэтажный, спортивную площадку, батут, мы для взрослых тоже не забыли. Мы сделали им спортивную площадку типа воркаута, мы собираемся ее еще расширить. Плюс две волейбольные у нас площадки, беседки со столиками, с мангалами. Люди могут отпраздновать даже какой-то праздник, приятно провести время, приготовив себе на барбекю или шашлык. Кабразвитание с летом не было таким сумным. Соправдное свято подарила шмадетная семья Сокол с Глузка выхованцам Весновского дома-интерната. Над этой установой семья взяла шефство. Организуют для выхованцев невеликие походы, запрашают на себя в гости. Гэтым разом у Веснова был концерт. Куда это вы попали? Шмадетная семья Дмитрия и Оксаны Сокол с Глузка со своими сябрами и коллегами в роли клоунов завитали у Весновский дом-интернат. Тут живут дети с особливостями психофизичного развития. Во установе створены добрые умовы для выхованцев, коррекцина педагогичная допомога на высоком узровне. А зараз тут складается традиция семейных святов. У нас очень много любви, у нас семья, очень много радости, и мы хотим поделиться ею со всеми. Мы стали очень часто общаться, мы по-другому узнаем, и мы хотим, чтобы все люди поменяли стереотипное мышление в их отношении и стали по-другому к ним относиться, потому что они такие же, как и мы, и души у них открытые. Я учитель, поэтому мне с детьми легко работать. Мне нравится, очень приятно, и меня тянет к детям. Подчас подрихтовки концертной программы дети и подлетки дома-интерната что дня репетировали номеры и танцевальный флешмоб разом с сябрами и самодельными артистами Мясового дома культуры. Меня зовут Диана, мне 15 лет, и к этому мероприятию мы готовились достаточно долго. У нас были различные репетиции. Помогали работники РДК, нам очень сильно помогли, большое спасибо им за это. Мы довольно часто приезжаем к ним, почти каждый день, но в свободное время. И детей мы тоже к себе берем домой, мы с ними ходим гулять, в походы ходим, и ягоды собирать в лес. У коллективе дома-интерната лечить, что для их выхованцев сябровство даёт додатковую махчимость социализации. Татьяна Сергеичек, Александр Артемьев, Новины региона. Могилёв примет чемпионат света по летним. Палеатлоны с поборницей пройдут с 8 по 11 вересня. За узнагороды турниру позмагаются больше за 150 спортсменов с Беларуси, Россией, Казахстана, Украины, Венесуэлы, Индии и Краин Прибалтыки. Атлеты вызначать лепших у кидании гранаты, стрельбе, плаванне, будзе ящий бег на короткую и долгую дистанции. Аренами с поборницей станут Дом спорту, стадион Спартак, спорткомплекс Олимпийц и спортзалы университета БРУ. У новый сезон с марами про медали. Могилёвский мини-футбольный клуб «Форты» с перамоги стартовал в чемпионате Беларуси. Селета нашу команду называют одним из фаворитов турниру. Летом склад. Могилёвчану змацнили знакомиты игроки из ведущих клубов Беларуси. У першим туры обновлены «Форты» дома состракался с Борисовым 900. Большую частку матчу гульня была ровной. За полторы хвилины до конца поединку прилику 2-2 Могилёвчане пошли в Абанк. Как перемакши, господары заменили галкипера на пятого полевого игрока. Рызыка себе оправдала. Дубль Олега Грецука дозволил «Форты» одолить Борисов у дебютным матчу чемпионату 3-2. Очень много брака у нас, особенно в нашей четверке. Но я думаю, мы только сыгрываемся, мы будем от игры к игре прибавлять, тянуться к нашей первой четверке. Ну и будем радовать болельщиков. Главная задача выполнять задачи на сезон, которую руководство ставит. Они, думаю, самые высокие в этом году. Усе самые тековые новины на сайте товармогилёв.кобай До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин